всем привет это предпоследняя похожая лекция по разработке программного обеспечения под linux вот мы сегодня опять без виталика виталик болеет но я надеюсь что никто от этого не пострадает потому что звук у нас достаточно прилично вот всегда был да может быть будет слышно больше стука клавиатуры чем обычно но это я для наших удаленных зрителей коих пока нет вот сегодняшняя лекция как обычно как у нас теперь заведено по большей части про то про что мы не сможем что мы не сможем пощупать потому что повторяю общее пространство того чем так или иначе приходится владеть когда ты разрабатываешь неважно какое программное обеспечение разрабатываешь его целиком то есть поддерживаешь весь жизненный цикл она довольно большое наша задача в этом семестре познакомиться с разными стадиями с разными элементами подготовки и сопровождение исходных текстов при разработке вот я чуть-чуть про дипломент как раз это я надеюсь будет в следующей лекции вот и значит у нас время время настало рассказать про информационное пространство и документирование но опять таки также как помните у нас был разговор про перевод точнее про интернационализацию точнее даже про локализацию потому что интернационализация всего лишь подготовка к локализации так вот так же как в тот раз на самом деле информационное пространство вашего программного продукта очень большое вот все то что могло нуждаться в локализации о чем мы говорили в прошлый раз все тоже является информационным пространством к сожалению так что если вы затеяли какой-то громадный проект то там на инфопространстве должно быть целое подразделение которое занимается вот потому что то чем мы будем заниматься и это документирование самих исходников зачем оно нужно поговорим чуть позже наверное сейчас давайте посмотрим нет не чуть позже прямо сейчас поговорим значит надо ну вот тут вот как бы такой взрыв нуля то есть берем общее понятие информационное пространство разделяем его на части для кого вообще мы нашу информацию поддерживать ну так вот да что это не только ведь для разработчиков и не только для ну консюмеров есть еще комьюнити и в случае например open source ну то есть открытой разработки информационное пространство для комьюнити это пожалуй самое важное потому что это те люди которые будут будут вместе с вами разрабатывать вот поэтому да так вот значит документирование самих исходников и это попытка внести внутрь исходников их семантику в действительности и это не такая вот штука что вы пришли работать кодером и вам лиц сказал вот как это самое об стенку убейся на чтобы значит 10 процентов твоего кода занимала технической документации да и ты убиваешься об стенку вовсе нет идея написание каких-то естественных текстов внутри причем написание так сказать на постоянной основе естественных текстов внутри текста программ она нужна для того чтобы написать на родном или на английском языке то что вы не смогли внятно написать на языке программирования вот и все это тоже часть программного продукта мы например знаем что в питоне вообще есть такое понятие в синтаксе строка документации да у нас документирование классов функций происходит за счет прямо самого языка программирования то есть грида заботился этим ну а в большинстве языков это конечно не так вот есть даже такая дисциплина программирования которая называется литерает программинг где соотношение количество документации количество кода обратное ну конечно не 2 90 10 но текста там обычно больше чем кода как правило это относится крутую очень скорым языком программирования со сложной логикой типа хаскеля или эйфи вот когда вы фактически на каком-то таком унифицированном английском пишите все что ваша программа делает а потом между этими значит текстом вставляйте комментарий на языке хаски потому что вы написали абзац потом шмяк-бряк значит какую-нибудь зубодробительную строчку на хаске ли еще следующее вот но мы бы с вами будем писать в общем на си и даже мы даже возьмем уже готовый проект на си из домашних заданий старых потом вот значит документирование api для того чтобы пользователи вашего api тоже программисты могли нормально им пользоваться это вот то самое для чего дакстрим их питание вот непосредственно в коде возможно вы хотите написать какую-то мелкую методичку на тему того как вашими функциями пользоваться вот на сегодняшний день до наших дней дожили из универсальных систем документирования примерно две я имею ввиду документирование исходных кодов это сфинкс который собственно пожалуй на сегодняшний день просто все сожрал да и доксиджен который просто настолько настолько длинная имеет историю использование внедрения что это не очень трудно отказаться на самом деле если кто-то вам скажет что сфинкс и доксиджен это ерунда а я скажет вам некто знаю офигительную систему документирования то он скорее всего будет прав с одной с одной небольшой поправкой что под разные языки программирования существуют специализированные среды документирования ориентированы именно на эти языки программе есть такая дисциплина для java для php для си шарпа вот как правило они еще и написаны на этих языках программирования разумеется вот но мы с вами говорим об универсальных вот которые можно использовать везде вот их примерно два поправьте меня я готов ошибиться возможно есть какая-то мощная штука но пока что финс сфинкс зажрал просто всех на сфинкс пишут все а мы с вами будем писать на доксиджене просто потому что на сфинксе будем писать следующем семестре в курсе разработки на питоне вот а вот смотрите вот этот пункт про семантику исходников помимо того что мы в информационное пространство докладываем смысл работы нашей программы когда описываем допустим как работает функция на самом деле достаточно важным достаточно важным источником информации является и например собственно стиль ну этот самый код стайл гайд да тот стиль который вы придерживаетесь потому что беспорядочный неорганизованный стиль программирования очень путает ваших коллег которые пытаются это читать вот к сожалению про стиль у нас нету специальной отдельной лекции потому что там довольно много чего надо говорить про стиль например что это опять-таки дисциплинарные меры если понимаем дисциплину как меру ответственности а не меру послушать поддерживая стиль вы говорите что я отвечаю за свой исходный код и как бы сознаю свою ответственность настолько что готов вот форматировать или там называть переменные еще чем так как в этом комьюнити принято да я с вами готов сотрудничать говорит человек поддерживающий тот код стайл который принят данный комьюнити вот а также на самом деле название файлов название подкаталогов структуру и так далее да там подкаталог и сердце который мы тут маниакально создаем хотя казалось бы можно и без него да там ну вот вот это вот дальше это думаете все вы только начало дальше всякий оффлайн справочники то есть документация как таковая всякие man page и всякие значит всякие книги уже такие большого формата какие-то методические справочники вот например есть поэт к ну тех инфо предназначены для универсального документирования всего подряд вот то что можно посмотреть команды инфо соответственно у него там целую кучу всяких плюшек из него можно сделать книгу то есть вы можете сделать из тех инфо проекта большую развесистую гипертекстовую систему и даже html сгенерить хотя он такой будет 20 сейчас давайте посмотрим а мы кстати видели мы с вами видели как выглядят тех инфо на html да вот вся информация по по автокрепу по всему это тоже тех инфо приведенный в директы вот вот этот очень очень читаемый текст но такой голенький хотя с другой стороны что плохого в том что он будет вот значит но из-за того же тех инфо исходника можно выгнать вообще книгу потому что у него структуру как у книги там есть главы подглавы разделы оглавление с вот это все систем документирования то есть написание текстов из которых можно выгнать текстов в формате разработки из которых можно выгнать текст формате публикации значит систем документирования на свете очень много да вы хоть не знаю там в варде можете написать документацию так тоже делаем поэтому мы тоже этим не будем заниматься еще одна часть которой мы к сожалению не будем заниматься хотя тут есть важные моменты это онлайн информационное пространство причем тут не только не только документация которая тоже может быть мы можете ваши хотим или публиковать вы можете специальный движок публикатор использовать пеликана кстати рекомендую вот это сайт генератор на питончике написанный которым например долгое время пользовалась ядро линкс то есть вот сайте керни лорк написан на пеликане кажется кстати давайте проверим мог уже и нет но кажется уже нет но довольно долго он был не 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 вижу здесь поверят бай пеликан ну неважно был раньше значит пеликан сайты генератор на свете еще больше вот да а еще мы пропустили огромный пласт вот это техническое информационное пространство для пользователей для комьюнити вот почему мы пропустили не знаю как-то случайно его удалил что ли короче говоря это всякие сервисы которые почему-то нету их тут это всякие сервисы которые поддерживают процесс разработки а вот я не пропустил я как это на секунду раньше на секунду раньше начал мне рассказывать и про это к сожалению надо тоже делать целую отдельную лекцию возможно не одну потому что это и про дисциплину и при работу с гитом про дисциплину оформления гита гиткомитов и про например дисциплину работы с мета тут в цс на самом деле с надстройками над гитом типа гит хаб чека или гит лап чека в котором есть всякие ревью мешками мерш реквесты в обсуждении вот это все да всю вот эту социальную сеточку это ведь тоже штука которая вам помогает разрабатывать и иногда очень сильно помогает практически помогает разрабатывать которые надо уметь пользоваться вот еще трекера типа бак зилы или и шью в вот этих порталах типа гит хаба это тоже целый огромный информационный пласт понятное дело что про все это надо отдельно рассказывать и сегодня мы не успеем это сделать вот короче давайте уже займемся делом а именно доксидженом вот значит сайт нашего доксиджена он вполне себе сайт за исключением того что в нем есть фреймы это значит что он очень древний эти фрейм кто последний раз видели такую штуку да ладно это то что было до и фреймов в html вот значит да тем не менее они вполне себе значит вполне себе живут и процветают вот их гит хабчик вот у них последний комит 12 часов назад да как бы релиз у них в августе был последний в мае предпоследний ну короче вполне себе живущий совершенно не не страдающий ни от чего система вот хотя некоторые такие следы прошлого тысячелетия в ней будут заметны да она такая в хардкорном стиле примерно все что мы изучали за этот семестр значит что такое доксиджен и это язык разметки исходных текстов вот в отличие от универсального и подпопада все используемого фингса доксиджен в первую очередь и это для технической документации вас вот тут его фичи я их даже не буду показывать ну смысле вот читать вслух потому что их много фич вот вот это его маркап это ключевые команды тоже как видите их в количестве да в первую очередь если внимательно по них посмотреть всяких header файл да там класс да баг вот резалт return в первую очередь это как вы понимаете разметка именно для описания работы программ функций классов методов вот этого всего вот и в общем три с половиной команды для генерации до оксиджена собственно оксиджен и какой нибудь oxy wizard вот который мы даже запускать не будем потому что мы сразу сгенерируем скажем бог минус g сгенерируем конфиг файл и в нем ручками все по правил доксиджен у вас в текстовом режиме спросит все что он хочет спросить он просто очень назвали вот короче вы да значит как происходит техническое документирование исходных текстов разумеется вы используете комментарии в комментариях вы оформляете комментарии специальным образом чтобы язык программирования ваш продолжал считать что это комментарий а до оксиджен считал что это его до окси геновский комментарий вот выглядит это примерно так если вы пишете на си вот две звездочки тут ставите или звездочка в восклицательный знак есть и такой вариант и секунь все это значит что с внутренность этого комментариев будет встроена в техническую документацию или например если вы пишете вот так то вот пожалуйста вот тут еще какие-то мелкие извращения но мы их пропустим да значит внутри комментариев включая встречаются ключевые слова которые могут начинаться на амперсенде на бебячку на бебячку могут начинаться на бэкслэш я почему-то люблю бебячку хотя вроде бы классика считается бэкслэш вот ну то что собака коммерческая от откуда я подцепил слова бебячка не знаю очень ее люблю такая бебячка бебячка она по звуку очень похож на бебячку вот значит дальше на основании конфиг файла ваш до оксиджен жрет все ваше дерево исходников и выгоняет собственно результат выгоняет документацию с помощью в довольно развесистом количестве различных форматов начинает html дальше лотех чтобы можно было сделать печатную документацию он умеет генерить манам и сегодня посмотрим это вот ну ртф это ртф а еще друг бук это значит для пост обработки если вы хотите прям книгу из этого сделать или что-то такое а еще мой может генерить xml который потом вы можете парсить с помощью специальной библиотеки то есть вы можете встраивать в вашу программу уже обращение к блокам документации вашей же программы до который вы парсите с помощью xml парс для встроенной для генерации встроенной документации ну вот сокращение сгорит ну наконец-то мы не узнали почему символ коммерческая это называется бебячка я правда не знаю бебячка ну потому что он похож на бебячку почему адам назвал тигра тигром все же знают потому что он был похож на тигра когда он имена животным давал назвал тигра тигром потому что ну посмотрите на кого он еще может плосатый тигр вот значит вся вот это вот вся вот это машинерия еле-еле умещается на экран правда тут в первую очередь на самом-то деле главная машинерия это вот эта левая часть а это выходные форматы вот ну в общем если в ней приглядеться то тут от на самом-то деле окажется что довольно простая у вас есть исходники у вас есть дополнительные файлы которые можно инклюзить из исходников например какие-то специальные тексты например изображения которых в исходник конечно вставлять не хочется вот вас есть какие-то какие-то теги в которые я не умею стать и не смотрел в сторону токсигеновских тегов у вас есть должен который всего этого генерирует некоторый гипертекст вот в разных форматах вот и все значит стройная документация ну вот теперь давайте все-таки уже займемся закончим с бла-бла и займемся делом первое что мы будем делать поскольку наш мы возьмем пример мы возьмем пример из вот я дважды его уже тут кажется а нет не дважды вот помните на им ген ген генератор безумных имен вот его то мы сейчас и задокументируем потому что автор был достаточно аккуратен у него есть прямо документация просто не вправе в неправильном формате нам достаточно просто преобразовать формат к дочери ну и у нас сразу все будет работать вот значит давайте мы только я тут уже набранчил кучу бранчей вот нам нужен самый первый гид лог вот вот сюда мы перейдем чего я чё-то не закомитил сейчас да я это короче когда я готовился к лекции когда я готовился к лекции я чё-то не докомитил вот значит это наш это наш этот самый на им ген закончен он на кавериджи вот когда мы тесте делали вот сейчас мы будем туда допихивать документацию как мы будем до каких-то документацию как полагается по методичке запустим запустим доксе да а нет ну хорошо запустим до ксиджин до ксиджин до ксиджин я сказал минус г сейчас давайте посмотрим давайте не здесь посмотрим закроем а это вот откроем пример откроем пример откроем вот он у меня все у меня все у меня все написано в этом в шпаргалке мне теперь удобно вот ну-ка я прям вот семи пядей во рту конечно во лбу до ксиджин чё там док докси файл минус . ин значит давайте сразу вот теперь говорит отредактируйте его смотрите что я делаю я создал файл докси файл но не докси файл докси файл ин зачем да чтобы конфигуряк его превратил в докси файл а мы туда вставим макросы от конфигуры всякие интересные например имя проекта вот поэтому мы сейчас мы помним что мы помним что в конфигуряке вот здесь вот перечисляются конфиг файлы которые генерятся из этих самых шаблонов с расширением .in вот эти шаблоны с расширением .in все эти макфайлы нам автомат генерил из макфайл .in а здесь мы прямо говорим есть еще докси файл вот и вот он докси файл .in его то мы сейчас отредактируем а туда мы вставляем всякие макросы отсюда вот например имена вот пакета вот это все вот значит вот мы сгенерили докси файл .in и давайте посмотрим как мы его изменяем там довольно много надо всего поменять вот о вот а вот кстати первый сразу прям первый макклс значит давайте докси файл .in значит давайте только нет сначала конфигуряк значит в конфигуряки конфигуряки на самом деле у отца и нет есть четвертый необязательный параметр четвертый необязательный параметр это имя торфайла то бишь короткое имя вашего проекта очень короткое однословное то есть если вы аккуратно это делаете то вот словно им ген должно быть вот здесь а вот здесь вот должно быть имя вашего проекта ну условно однострочник да какой-нибудь какой-нибудь сейчас найдем вот вот какой-нибудь вот такой да значит на самом деле оценит имеет необязательный параметр по умолчанию просто по умолчанию он такой же как вот это но если вы хотите название проекта сделать побольше а имя файла сделать вот таким да вот их два разных зачем я это вспомнил за тем что мы сейчас в доксигене тоже это поправим вот значит my project заменяем на длинное имя нет my project заменяем как раз на пакет шторный на короткой да вот это собственно однословное название вашего проекта project number догадайтесь что это это версия project brief а вот это длинное имя backchname это первая которая которая стюпит чего-то там генератор вот project logo вы можете даже картинку подсунуть но я не хочу output directory давайте мы да давайте мы ее вставим спасибо вот output directory давайте мы наверное какой-нибудь там до oxygen чего-нибудь вставим что у нас тут по умолчанию а из макроса из макроса который мы сейчас подсунем в конфигуряк но про макрос чуть позже разговор он он специфический его надо сначала найти он не просто так доступ вот что еще мы должны вписать а дальше мы хотим вписать это это я просто включаю крыжики чтобы в нашем в нашей документации по вот этой библиотеке было побольше интересного вот чтобы там автоматически генерируется описание чтобы там эти самые приватные функции ну эти не публичные static функции тоже документировались ну потому что зачем документировать static функцию если ей никто не пользуется вот поэтому я хочу все крыжки повключать значит автобриф это значит чтобы он автоматически разделял однострочник и многострочное описание вот сейчас покажу что это такое ну просто пока включаем крыжики нет видимо придется показать что это такое значит автобриф автобриф это ситуация когда у вас автобриф это вот что когда вы пишете к вашей функции или классу или еще чему-то документацию самый простой способ это договориться что первая строка это в онлайнер короткое описание вашей вашей функции а все остальное это ее длинное описание так вот это и есть автобриф или вам придется пользоваться специальным специальным ключевым словом бриф если это не включить вот а тут он прямо сочетает вот это в онлайнер это будет выведено скажем в описание а вот это вот полное описание это будет выведено когда вы кликнете на в HTML документации посмотрите уже прям целиком документацию вот соответственно автобриф мы включаем что мы еще включаем еще мы включаем что это c optimize for c вот что мы еще включаем нет optimize for java не надо markdown support yes мы можем писать текст в markdown с разметкой всякой мы это кстати будем делать вот то есть html к нам сгенерить markdown помните да основная фишка markdown что его можно глазами читать даже если он размечен вот это очень удобно у вас в комментариях будет markdown а вы их все еще можете читать это вам не docbook какой-нибудь не xml вот значит вот extract all extract preweight короче чтобы вот все 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 шевелится все что шевелится документировал сейчас включим эти крышки вот preweight хотя не кажется preweight нету pre virtual не знаю extract package не знаю extract static обязательно потому что вот это точно есть написано extract package я не знаю что это такое короче далеко не все надо extract package это для java и все мне кажется ну мне кажется text internal school короче не знаю да какие тут крышки надо включать давайте мы включим как было ну вот мне кажется это для java вот extract local methods ну у нас нету методов ну пускай тоже будет вот input вот где у вас лежит исходник вот еще один макрос который нам подставит конфигуре сюда именно для этого мы делаем нет doxygen а doxygen а doxygen не doxifyle doxifyle.in вот int у нас лежит вот здесь помним да что в вот это вот в бибячках название это как раз те самые макросы из конфигуре вот и что еще а и все теперь относительно да нет теперь относительно макфайла и конфигуряка значит для того чтобы вставить в автокреп автотулс поддержку doxygen нужно найти специальные библиотеки расширение автотулс найти он называется автоконф архив найти соответствующий макрос обычно он оформляется как пакет вашей системы как видите тоже последняя версия вышла в сентябре то есть живет и процветает и вот обычно этот оформляется как пакет вашей системы давайте посмотрим как он здесь назван ну я думаю что ну вот он так и называется автоконф архив это альтлинукс соответственно я думаю что он везде будет так называться вот надо этот пакет поставить потому что соответствующие макросы лежат в нем вот и тогда у вас все заработает тогда у вас значит можно будет в конфигуриак вставить dx как у нас тут написано да вот сюда куда-нибудь это макрос который инициализирует пакет макросов для пакет макросов для это это строчка которая инициализирует пакет макросов в конфигуре для до оксиджина вот и здесь мы сделали это тут мы доксифайл тоже сделали то есть все тут нормально и теперь в макфайл м надо вставить макфайл а м надо вставить вот эти две строчки это значит что туда приедет просто прямо из этого прямо из этого пакета туда приедут какие-то для мэйка дополнительные настройки ну там make doc make html вот вся вот эта ерунда вот а мы с вами говорим что когда мы говорим make all пускай doxygen.dog target doxygen.dog вот из этого набора правил тоже собирается all local это специальный такой таргет в авто конфи в автомейке в данном случае который говорит что когда делаем all еще вот это тоже делать то есть когда мы будем говорить просто make просто all и он будет собирать вот это в том числе вот ну вот doxygen.dog это одна из целей которые приезжают вот здесь собственно документацию вот и мне кажется что даже сейчас мы можем тупую пустую документацию уже сгенерить давайте посмотрим шпаргалку о хе-хе тут в шпаргалке есть такая прекрасная штука мы ее пока ну давайте сделаем сейчас давайте подумать делать или не делать сейчас я скажу о чем это ну давайте сделаем давайте сделаем значит идея стоит в чем чтобы запускать хтп сервер смотреть дело в том что у нас же сейчас все происходит на удаленной машине хотелось бы броузером смотреть там правда есть броузер ладно давайте потом главное не забыть потом это сделать так что у нас сейчас у нас есть doxy file in а мы его редактируем давайте из него выйдем да все кажется тут все все вот это надо добавить вот это мы добавляем что пробуем о видите вот этот вот спамчик это doxy вот он он там много чего сделал doxy он вот он удалил каталог doxy doc потом создал его и потом давай значит doxy файл нам сгенерился конфигурим конфигурим потому что значит мы .in его включили и дальше он давай анализировать наши тексты строить какие-то диаграммы вот даже нарисовал несколько картинок сейчас мы их увидим вот и вот все это сгенерировал ну мы можем посмотреть мы можем посмотреть сгенерированную документацию вот так вот но картинок не увидим но она будет совершенно вырожденная там ничего не будет вот 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 да javascript она не умеет короче там ничего нет вот но там действительно ничего нет сейчас попробую попробую показать что там в принципе то тоже в общем хотя ну вот примерно так документация выглядит это исходный текст вот наша функция но у нас ничего не дозакументировано это не интересно давайте мы сейчас на следующем этапе добавим оформим эти самые наши исходники сообразно вот эти вот две звездочки все вот это добавим хотя бы немножко в трех местах а потом посмотрим как эта документация выглядит и уже будем не текстом броузером пользоваться отсюда посмотрим на него вот значит давайте тогда чего там нужно сделать вот тут вот вот значит что мы делаем мы например например напишем вот так файл файл лип name game . что это значит это значит что вот эта штука будет внезапно считаться документацией по всему файлу показываться в начале этого файла весь вот этот вот вот заодно давайте наведем немножко фэншуя это у нас будет заголовок а это у нас будет список и у нас волшебным образом markdown здесь сделать список вот это значит документация по файлу а вот здесь вот документация по функции я уже говорил что автор достаточно аккуратен он прям пишет документацию по функции поэтому надо просто его оформить 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 в правильном виде эту документацию здесь сказать две звездочки здесь слово return убрать потому что return мы опишем отдельно compute вот for c c у нас маленькими буквами и это параметр параметр c compute compute вот что нам еще нужно сделать так а здесь ничего не нужно вот так компьютер c что нам еще нужно сделать надо писать что такое c да пошло пошла пустая строка и длинное описание параметр c так давайте подглядим как это пишется да параметр c и что это special какая-то хрень special character inform table не знаю что это такое да return return это что возвращаемое значение return of set table return table of set for se or это параметр тоже чтобы он другим шрифтом выражался вот ну вот такая примерно такая примерно картина да ну да вот здесь примерно то же самое написано давайте еще одну функцию задокументируем чтобы не быть голословными в той же самой манере да вот мы значит здесь начинаем здесь говорим compute здесь мы видим что автор большими буквами называет то что в действительности у него маленькими буквами вот а как там у нас calculate all of sets for pn давай тогда прямо скопипастим отсюда вот for for n вот здесь вот у нас да да я ничего не испортил ничего не испортил и это у нас return return я сказал вот это примечание это у нас многострочник еще парам а парамов там два парам n special какой-то special или три нет два парам of sets of sets all of sets for n макросов вот этого всего так во-первых давайте убедимся давайте убедимся что там нет никаких особых ошибок ну вроде бы он не ругался теперь давайте сделаем одну маленькую хитрость я хочу посмотреть эту штуку вот в этом броузере а не текстовом броузере на сайте практикума поэтому мы сейчас сделаем так ссх ссх linux-прак минус local 8000 localhost 8000 пробосим восьмитысячный порт оттуда сюда чтобы можно было зайти сюда на localhost и нам бы показал броузер что там на восьмитысячном порту вот namegen а здесь просто запустим питончик а даже не так давайте мы давайте мы сделаем так как это было сделано мною а мной было сделано буквально следующее я придумал таргет под названием http который запускает питон http сервер на питончике который демонстрирует документацию он собирает документацию у него таргет документ дальше он запускает сервер вот вот пускай вот именно так он и пускай вот именно так он и работает значит давайте вот перегенерим все чтобы makefile перегенерился я же makefilem поправил скажем ему make http вот он запустил на восьмитысячном порту сервер давайте посмотрим localhost 8000 тадам это наша документация там с той стороны вот тут ничего не написано зато у нас есть файл броузер и вот пожалуйста нам libnmgm.c вот это то что мы отметили помните как бибячка файл документация по файлу которая показывается в начале файла вот она вот этот список это заголовок это список все как мы сделали это как его фамилия маркдаун вот вот это диаграмма в которой обратите внимание вот в которой жирным шрифтом обведены те файлы про которые у нас есть документация ну просто дела что у нас нет документации в навиге нашей есть документация можно покрыть я потратил минут десять чтобы методом тыка найти какой же блин ему шрифт нужен он мне тут квадратики рисовал во всех линуксах этот шрифт называется абсолютно по-разному вот вальте он называется сейчас скажу вальте он называется фонд сттф фри фонд вот в арте он называется а вообще по-другому вот типа гэс фондс или что-то такое вот в прошлом году я не нашел этого шрифта поэтому я про графис не говорил обратите внимание также на то что для этого используется для генерации вот этой вот этой диаграммки используется инструмент который называется графис который я люто бешено рекомендую освоить это совершенно сумасшедшая штука который позволяет вот такие вот штуки рисовать вот прям вот всякие штуки рисовать да давайте вот самую простую возьмем а рисовать она их позволяет знаете как вот так вот это один из самых лаконичных этих самых диаграммеров с ну совершенно очевидным исходным текстом доты посмотреть давайте но они но там будет генерация да интересно действительно так а где бы он их мог поудалять да давайте попробуем потому что он их мог поудалять потому что они промежуточные вот ну давайте мы не будем на этом сейчас заморачиваться давайте попробуем знаете что давайте попробуем посмотреть при сборке куда он их кладет у меня сильно подозрение что он их прямо вот перекладывает ну то есть он настедаут и дальше чем-то парсит вот нет тут ничего такого а может он не дот давайте мы сейчас не будем углубляться времени нам не хватит наверняка можно наверняка можно наверняка можно найти место да тут точно дот прям точно дот да а вот куда он их откладывает ну сейчас погодите вот финал да вот 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 то есть никому здесь не нужно рекламировать лишний раз что такое что то что такое что такое графис вот здесь видимо тоже никому ну короче очень 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 рекомендую вот как видите у нас уже как бы появилось много всякого интересного да да вот только а да и документация на функции должна быть где мы функцию документировали на имгене о вот она вот функция она даже умеет ссылаться на другую документацию на функции прямо по тут не умеет а тут прям умеет вот то есть она прямо вот по вот этому вот синтаксису определила что это такая функция посмотрела да действительно такая функция есть поставил гиперс вот выглядит немножко выглядит немножко страшноватенько но но читать можно да и это безо всяких стилей это прям вот совсем совсем дефолтные я ничего не делал просто оно дефолтно выгоняется немножко действительно страшноватенько вот давайте мы тогда посмотрим как документируются еще немножко другие части например header file вот header file все очень просто это онлайнер который следует за непосредственно за описываемым объектом поэтому мы пишем вот такую закорючку не такую вот такую и все и у нас внезапно вот эти вот эти макросы будут тоже задокументированы как надо вот это что касается в онлайнеров и еще давайте по приколу не знаю питоне модуль опишем у нас есть питоне модуль чего в него разве не умеет не умеет разве в него этот самый умеет так модуль как он называется табл ген вот сюда сейчас а вот там я как-то там как-то по-другому это делалось кажется это делось вот так вот нет вот по-моему это так делалось давайте подглядим шпаргалку чтобы мне лишний раз не тупить ну по-моему это делалось так это вот тут тут правда фло да да удвоение комментариев как обычно приводит к тому что он считается документ вот ну и модуль да там вначале было модули где нет не здесь вот здесь пэкач не модуль пэкач пэкач потому что модуль это другое так давайте еще раз посмотрим как это выглядит а потом перейдем к основному бранчу примера в котором все это уже сделано потому что там все функции различ да сервер у нас уже работает мы можем просто нажать refresh на нем вот что мы хотели мы бы хотели посмотреть как нам ген аж задокументирован вот он если бы там было длинное ну это бриф если бы там еще был full description то он бы здесь показался но у нас его там нет да и что мы еще хотели посмотреть как задокументирован да питон да вот пожалуйста точно так же вот вот значит дальше мы сделаем такой финт ушами и переместимся обратно в дерево сейчас короче воспользуемся тем что в репозитории с примером я уже все документировал чтобы наша документация была красивой по всему где гид чекаут что мастер ну хорошо вот вот и давайте отбранчимся вот отсюда когда все уже проделано там на самом деле не все там я забыл кое-какие вещи поправить ну мы это сделаем вот давайте я вспомню что я там не сделал по ходу поправим значит давайте посмотрим давайте посмотрим как выглядит документация если все разметить она выглядит довольно забавно вот где это вот она вот ну тут ничего особенного вот наш весь либный ген задокументирован а это внутренне она не задокументирована да что то я не понял какое там все почему то я не вижу что все было размечено не понял юмора ну ладно в общем без особой разницы как это делается мы видим вот извините может быть я что то не то так я же вот вроде сказал а да возможно давайте сделаем да нет вот она собрана непонятно что не так по идее тут должно все быть уже задокументировано оно не все ну кажется только то что нет на мгм копии некоторые функции документированы некоторые нет ну ладно фиг с ними почему-то ран 32 один документ странно ну бог бы с ним может быть там какую-то ошибку допустил неважно важно то что документация стала больше вот с описаниями вот капиталайз ну тут явно явно чуть больше документации что да просто она пустая там нет документации ну может ее там действительно нет потому что я забыл вот или там что то какая то ошибка давайте посмотрим кстати вдруг там ошибка мы сейчас поправим это было бы интересно но я думаю что я просто забыл документировать я просто забыл документировать я знаю у автора не было документации и я не сделал ну вот да да точно не было документации я не сделал да значит что еще предлагается сделать на этом шаге а смотрите у нас все еще лысая main page значит как main page сделать не лысым как как вот сюда что-то вывести вот давайте посмотрим как это делается это делается как-то очень просто прям совсем просто вот титульная страница это делается вот так main page мы берем какой-то кусок текста в любом месте получаем его как main page и все и этого достаточно давайте так и сделаем да вот здесь вот мы говорим что это main page потому что я reset делал я помните я с другого бранча зашел вот это все неважно сейчас мы все сделаем вот main page что там еще это у нас заголовок мы туда еще списочек до вставляли вот это вот вот да значит main page все хорошо только вот наверное еще вот так вот тут я еще немножко навел фэн-шу и мы твой делать не будем о смотрите давайте мы еще как полагается маркдауну сделаем ссылки нормальные прям ссылки у нас есть тут ссылки вот там вот 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 это вот да как это делается в маркдауне то есть очень просто делается в маркдауне да потом круглый и все кажется вот так и этого достаточно вот и это значит ссылка а это какой-то 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 фикс ну его нафиг ну вот сейчас мы должны внезапно а что у нас мы в мэк файла m а а тут еще install да значит как нам это такой задел на будущее на следующую последнюю лекцию и на последнюю домашку как нам эту документацию проинсталлировать все очень просто так же как у нас был make local у нас есть он local так есть еще install data local когда у нас внутри автомейковского генератор вызывается install data он ходит еще к таргету install data local если мы его определили он выполняет вот эти действия что за действия docdir который мы определяем в конфигуре и туда прям все вот грохнуть давайте я даже не буду это делать или давайте сделаем давайте сделаем make install чтобы было видно что оно работает да это где и это в мэк файла m нет это не сюда это лучше вот сюда вот это для того чтобы когда мы говорим make install у нас наша документация тоже приезжала куда надо причем вот именно туда куда мы сказали а именно в наш префикс то есть в то место куда мы вообще все ставим в под каталог docdir ну вот давайте посмотрим что у нас в git статусе мы ничего нового не сделали да тогда можно просто вот так сделать вот вот в мэк инстал Я только не помню, большими буквами или маленькими. Ага. Вот. О, вон она. Документация. Вся приехала. УСР, шаридок, ну, СРЛОКЛ, естественно, поскольку у нас этот самый префикс был СРЛОКЛ. УСР, шаридок, нам ген, хтмл. Ну, дальше вот вся вот эта вот, вся эта машинерия туда приехала красиво. Вот. Это, значит, инсталлятор. Вот. Вот. И титульная страница. Давайте посмотрим, что она есть. Вот она. Смотрите, как красиво. Вот. Вот. То есть, чисто формально, с помощью Doxygen можно делать документацию не внутреннюю, а пользовательскую. Но она будет выглядеть вот так. И вам придется очень сильно постараться. Навешать на нее сильно много всяких CSS-ов и прочего. Хотя тут, видите, даже поиск какой-то есть. Поиск какой-то есть. Нынче это модно. Хе-хе. Ну, только он ничего не находит. Ну и ладно. Бог с ним, с поиском. Не умею этим пользоваться. Ничего там не показывается. Ой. Нет, не нашел. Момачист говорит. Я не знаю, почему он еще. Возможно, для того, чтобы поиск был, там нужно специально в тексте размечать ключевые слова, по которым идет поиск. Не знаю. Что-что? А, давайте посмотрим. Ссылка, ссылка. Да вот же она, синенькая. Вот. Все как у людей. Вот. Значит, это что касаемо, что касаемо, стало быть, других способов разметки. Вот. И последнее, что я хотел про этот проект рассказать, это как сделать из него MAN. Потому что нам нужно сделать MAN. С MAN ситуация следующая. Вообще-то, Doxygen делает MAN к функциям. Он предназначен для того, чтобы документировать API. А мы хотим сделать MAN к утилите на МГИР. который бы, например, описывал ее исходный синтекс. Как это сделать? У нас есть уже этот текст. Давайте мы на него посмотрим, что дальше нужно делать. У нас есть уже этот текст. Во-первых, мы давайте модифицируем DOXY файл, который, скажем, что мы будем MAN генерировать не по библиотечным функциям, а по утилитам. Точка 1. К сожалению, все теперь будет с расширением .1. Это грязный хак. Мы сейчас увидим, что когда мы захотим генерировать MAN, нам сгенерируется куча MAN. Все они будут .1, но нужный MAN тоже сгенерится. Вот. MAN output MAN, и generate MAN, где-то нужно сказать yes. Да, вот здесь нужно сказать generate MAN, yes. Он нам еще и MAN пейджи сгенерирует. Мы все эти MAN пейджи использовать не будем, хотя, возможно, они даже интересны. Можно не будет посмотреть, когда они сгенерятся. По каждой функции сгенерятся по MAN пейджи. Вот. А нам нужен MAN по утилитии. Чтобы был MAN по утилитии, мы должны до оксиджену сказать, мы должны сказать до оксиджену, чтобы он специальную страницу сделал, по которой есть MAN, и эту страницу сгенерил. Вот. Получается, что у нас в двух местах будет вот этот вот текст. Он будет в двух местах. Он будет в документации по функции и в MAN пейджи. Поэтому, что мы делаем? Мы говорим INCLUDE. Он называется COPY DETAILS. Сейчас, давайте покажу. Вот здесь вот, по-моему, сразу после этой штуки говорим INCLUDE. COPY DETAILS. То есть, взять подробности со страницы под названием LIBRARY. Где будет эта страница LIBRARY? Догадайтесь, с одного раза. Вот. Тогда, значит, вот в этом main page будет включена еще вот эта страница LIBRARY. Я правильно написал? Я правильно написал, только можно написать еще вот так вот сюда, что заголовок у LIBRARY будет вот такой. Кстати, тут тоже можно безо всяких, безо всяких, вот так сделать, безо всяких обойтись. Да, точно. Вот. Но, теперь у нас есть в комплекте документации страничка LIBRARY. И теперь мы можем взять ее и в main page тоже за INCLUDE. Как это делать? Давайте подглядим. Вот. Это где? А где-то еще один был CopyDetails. Что-то я не врубился. Ну, ладно. Я не знаю, зачем я это сделал. А, потому что вот page namegen, да. Вот. Это где? Это в namegen.c. И вот там тоже, и вон в нем второй раз INCLUDE это LIBRARY, CopyDetails LIBRARY. Это в namegen.c. А, тут еще я автор... Смотрите, что я сделал. Я переделал вот этот кусочек как полагается. Давайте мы уберем вот это. Просто уберем и скопипастим оттуда, потому что там сделано как надо. Обратите внимание, section authors это прям как в money в конце будет авторы. Именно ради этого я все это реформатировал. Соответственно, я оставил этот ringworks, а еще я сослался на самого этого Кристофера Велланса, потому что это же его код мы используем. Потому что вот этот фэнтези... ringworks фэнтези-нэм генератор это еще какая-то предыдущая. Вот. Теперь у нас две ссылочки в списочке. Все хорошо. И вот этот section authors, когда мы будем генерить my page, он приедет вниз в секцию авторс. Ну вот. Теперь, собственно, manpage. Вот. Теперь, собственно, manpage. Сюда его надо просто тупо вставить в начало. Вот. Как это я сделал? Давайте смотреть в... Вот. Причем не обязательно в начало. Да хоть куда. Вот. Что здесь написано? Page под названием namegen. Из нее будет сделано manpage namegen.1. Имя короткое. Short description. Дальше. Вставляем section synopsis. Описываем, как его запускать. Backslash A. Давайте почитаем, что это. Что? Название страницы. У нас документация техническая по нашей фигне, по всем нашему коду, состоит из страниц. У этих страниц есть названия. Они либо соответствуют названию файла генерации, либо мы сами говорим, какое. Немген точка аж еще? Нет. Там namegen точка аж, а это namegen просто. Это будет бинарник под названием namegen. Это будет page к сущности под названием просто namegen. Коллизии имен довольно тяжело устроить. Что? Будет проблема. Но это уже ваша проблема. Это означает, что у вас есть две сущности с абсолютно одинаковым названием. А что касается, если у вас дерево каталогов с путями, то, понятное дело, пути входят. То есть, когда вы будете навигацию по коду делать, понятное дело, что если у вас там есть под каталоги и в них файлы с одинаковыми именами, но в разных каталогах, им под каталогом будут рулить. Вот. Значит, section synopsis, описание короткое, section description, описание длинное. И вот, пожалуйста, все, что было в лайберрии, мы просто сюда тоже копируем. Вот. Давайте попробуем. Теперь там нужно еще где-то ман сгенерить. Давайте посмотрим. Где-то там была еще кнопочка. Мне кажется, что в конф... фигу... в... вот. В makefile.am надо поправить, чтобы он ман генерил. Во-первых, мы можем убрать local, потому что вот этот doxygen.doc будет... будет генериться сам, потому что мы вот так вот вставим. обратите внимание на типичный автоптулсовский прикол. По имени переменной определяется, что нам теперь нужно генерить маны, и что ман из секции ман 1 ман не нужно. Ну, фиг его знает. Давайте проверим сначала так, потому что так точно работает, потом попытаемся это удалить. Вот теперь у нас будет сгенерирована куча манов. Все они будут точка 1, потому что я так нахакал. Вот. В действительности все из них будут точка 3, в том смысле, что это будут маны по функциям, и только это будет ман по бинарнику, потому что мы так его написали. Вот. Ну, давайте все по очереди. Так. Во-первых, нет ли нам чего-то тут... Мы ничего не сделали, мы только поправили. Мы только поправим. Да. Я каждый раз делаю авторикон просто ради того, чтобы все вот эти промежуточные генераты стереть. На самом деле, мы, конечно, могли делать так. Ну, вот. Доксижен, как видите, все равно собрался, потому что нам нужны маны. Вот он маны. Вот. Вон их там сколько. Видите? Вот. Ну, скажем, namegen.1. А, ну это, собственно, manpage. Давайте тогда скажем man-l. Смотрите, какая красота! Вон авторы даже в конце. Во. Прямо вот как если и разметка, вон подчеркивание, это вот backslash а, это было, это было подчеркивание. Вот, короче, вот. Давайте посмотрим, как выглядит, например, точка C, точка 1. А это типичная документация по этому самому, да? точка H. Оу. А еще он, а, там есть функция. Смотрите, в точка H была функция, он выковыривал описание из этой функции, из библиотеки функции, подставил в описание точка H. Видите, да? Там была сигнатура функции, он притащил сюда описание функции. Ну, короче, ой, что я делаю? Вот, короче, такой вполне себе даже годный, я бы сказал, мануальчик. Вот. Я, к сожалению, не справился. Даже потаил бы гену есть мануальчик. Вот, видите? Какая красота. Ну, вот. И это что касается той нашей части, когда речь идет о использовании доксиджена. Как видите, довольно все можно сделать с помощью доксиджена. Теперь, значит, еще одна небольшая тема. Я не помню, зачем я ее вставил, но пускай будет. Да, три слова про сфинкс. Все то же самое можно было сделать с помощью сфинкса. девять слов про сфинкс. Ну, неважно. Важно то, что в данном случае мы воспользовались такой структурой, которая хорошо интегрируется в автотулс. теперь, значит, немножко других путей, как получать ман-страницы. Как выглядит ман, мы только что с вами видели. Давайте мы прям посмотрим глазками. Вот это наемген точка. Это текст, размеченный очень-очень-очень олдскульными, правда, из 70-х годов прошлого тысячелетия, конца. Очень олдскульными форматами, примитивными форматированиями. Формат называется NROV, в GNU он называется TROV. TROV, А, TROV, GROV, да, ну вот. Есть даже пример, как писать manual page, вот, вот, примерно так. Ничего там, это типичный размеченный текст, ничего там нету такого вот прям вот суперстранного. Table header, section header, backslash f, это backslash f, значит, формат c, формат p, формат i, формат p, и это italic, p, это не помню, что, c, это bold, короче, Churchill special, короче, все это такое, все, все это вполне обычный язык разметки, только это не он, это не он, это все остальные, это один из самых первых языков разметки. В начале 70-х, если не в конце 60-х, его лично кто-то из вот этих великих разработал. Чуть ли не Денис личный. потому что кто-то из них работал на системе документирования. да, ман. Нам очень не хочется еще и ман писать, правда, мы вот только что сгенерировали его этим самым докиджином, но можно поступить по-другому. Можно на самом деле написать этот ман аккуратно, красиво, на чем угодно, в тексте, в аскидоке, в... Это аскидок, по-моему, все-таки. Нет, это какой-то эсцедок. это лично этого самого, господи, автора Сорсхата системы документирования. Да, на рейд, на чем угодно. Вот. Но мы сейчас поступим по-другому. Мы сейчас возьмем и убьем двух этих мелких зайчиков одним выстрелом. Мы напишем, точнее, скопипасте из примера, из документации по функции argp, argpars, гнутый, лепсишный, скопипасте какой-нибудь здоровенный пример, прям здоровенный. Что такое argp, знаете, да, это функция разбора поверхностных командной строки. И возьмем программу, которая разбирает параметры командной строки. что такое пример, который был на лекции, я не знаю, потому что кажется, у нас его не было. Вот. Вот он. Просто скопипастим его, заглянем в него одним глазом, ужаснемся, почувствуем крутость, а дальше посмотрим, что с ним делать. Cut argp.c Смотрите, это пример из документации по функции rgp, как парсить сложные параметры. Параметры сложные, у них есть короткая версия, длинная версия, есть, значит, две одинаковых, два одинаковых параметра, которые являются алиасами друг друга, вот, quiet и silent, есть параметры без параметров, есть, ну, короче, дополнительный текст, короче, вот, а дальше это все разбор всех этих параметров. давайте посмотрим, как это работает. Главная фишка, главная фишка argp состоит в том, что он очень много, ну, попробуйте написать сами программу, которая все вот это умеет, что сейчас мы видели, вот, без помощи таких парсеров командной строки, параметров командной строки, вот, любой парсер параметров командной строки, это сложная штука, как мы только что видели, действительно сложная, действительно выглядит вот так, и по-другому нельзя, но если вы попытаетесь написать это сами, я гарантирую вам, что меньше, чем в 200 строк вы не уложите, мы с вами взяли этот пример ради того, чтобы посмотреть на вот это. Если к нашему программному продукту уже идет хорошая документация не в виде мана, а в виде там, допустим, инфо, как это положено для продуктов и сообщества гну, а в вашем дистрибутиве, например, дебиане, есть полисы, что без мана утилита не считается настоящей, вот, то вам нужно сделать ман. Как проще сделать ман из ничего? Взять минус-минус хелп, распарсить его и получить ман. Для этого есть пакет, который называется help to man на перле написанный. Вот. Смотрите. Сейчас давайте посмотрим. Help help to man что там? А РГП? Ну хорошо, вот так. тут какой-то ман приехал. Давайте его посмотрим. Ман минус-минус. Вот. Даже, смотрите, есть секция, что это не настоящий ман. У нас есть инфо, смотрите инфо, ну потому что это гну. У них есть инфо. У нас инфо нету, поэтому скажем, что инфо нету. У вас все. Как бы две нычки в моих файле и у вас все готово. Вам все равно надо делать минус-минус хелп, иначе вас за настоящего не примут. Скажут, что это за утилиту, у которой минус-минус хелп нет. Ну и все. Осталось только соблюсти формат, который, который, который вам выдает утилита, вернее, функция ргп, вот такой формат. И все это, все это хелп-туман просто тупо умеет парсить. Вот. Вот. Значит, это что касаемо, что касаемо других штук, а именно онлайн-помощи минус-минус хелп имана, который мы здесь счастливо соединили в одно, а здесь, вот, например, мы его сгенерировали иман, который сам написали. Вот. Как делать другие документации, как делать техинфо? Я рассказывать не буду, потому что осталось пять минут до конца лекции. Вот. И мы вовремя начали. Значит, поэтому просто скажу, что в действительности тема документирования всего этого безобразия она бесконечна. Но мы, если хотите, можем попробовать в нашу документацию еще и вставить картинку. Хотя, очевидно, как это устроено. Вы ее кладете в специальное место, говорите имидж и все вот так. Ну, давайте попробуем. Я этого никогда не делал. Да. Какую-нибудь картинку. Какую-нибудь картинку. Какую? Котика. Мемчик какой-нибудь. Не хочу мемчик. Давайте мы сходим. Знаете куда? Давайте что сделаем? Давайте сходим по одной из этих ссылочек. Там наверняка есть какие-нибудь картинки. Это же фотографию автора. О! Там есть отличная картинка. Смотрите. Прям супер, мне кажется. что это было? А, это было, да, это было все, что нужно. Сейчас мы, я подумаю, куда ее сохранить. я знаю, что надо делать. Копия. Копия имиджлинг. Все сделается проще. Ставить из буфера. О! Сейчас, это не мычлинг. чтобы он его переименовал в правильный... Да блин, это не он. Он говорит, что он. Не понимаю. Сейчас, дайте посмотрим. Файл. Пнг. Он не знает, что у него контент. контент-диспозишн это если в HTML есть тег контент-диспозишн про этот конкретный объект, там будет написано какой-то файл. И обычно он его переименовывает в нормальный. Ну, господи, какая разница? Ну, давайте переименуем что там. img.png Так. img. Вот. Так. Только давайте мы его куда-нибудь в SRC зафигачим. Теперь давайте попробуем куда-нибудь включить. Например, в main page. Это где у нас было? Это вот где-то здесь. Там был вот тут. Да, вот тут. мы, кстати, знаете, что могли сделать? Мы могли его в logo включить. Прикольно было бы, да. Давайте его дважды включим, в logo тоже. Так, значит, только не сюда, потому что это, извините, ма. Да, это ман. А нам нужен мейнпэй. Мейнпэй, а мейнпэй не здесь. Мейнпэй вот здесь. Во. Вот сюда, да. Значит, давайте мы его дважды включим, мы должны увидеть две картинки. Значит, имидж. Что-что? Точно. И там есть ссылка на весь язык. Точно. Спасибо. Это где-то вот тут. Вот. Вот тут. Вот тут. Точно. Имидж. И имидж. html application gpg. Имидж. Видимо, в html. А это значит, куда ему втыкать. И что там? img.png. Так. Пробуем. Эх, надо было сделать, ну не надо было, или конфигурируем. что-то не-не-не-не-не-не не зашло, да? Так. Он ищет где? В точке? А, имиджпад. Где-где-где-где-где-где-где-где? Где? Выше, ниже? Ниже. О! Имиджпад. А что такое имиджпад, мы не знаем. А, да, наверняка это и есть Doxygen. Точно. Давайте посмотрим. Doxyfile. Есть. Так. Для начала посмотрим, перестал ли он ругаться. Опять не нашел. А, точно. Он же должен был перегенериться. То есть, вот тут-то как раз я должен был сделать вот это. Вот никогда не должен, а здесь был должен, потому что я Doxyfile поменял. да. О! Я не вижу ругани. Нет, вижу. А почему? Ну вот. Ща. Ща, секунду. Чего? А как это? А как-то он его не нашел. как-то он его не нашел. Если... А! Я сказал E-файл. Возможно, он там stat делает. А как это? Слушайте, давайте, наверное, я тогда не буду тратить ваше время, хотя давайте еще чуть-чуть потупим. Но надо же потупить, как я сегодня ни разу не тупил. Это мне кажется неправильно. Ща. Сейчас. Image path. Contain images are being included documentation и... Давайте погуглим. Прежде чем извращаться, давайте погуглим. как-то далеко у нас не зашло. Ну, нет, это неинтересно. Вроде все верно сделаем, да. Сейчас он точно EMG PNG. Слушайте, знаете что? Я его стер. Да, я сделал get clean. Молодец, молодец. Я бы еще долго так, я бы еще долго так это самое. EMG .png Так? Git add add EMG PNG. И вот теперь можно даже не коммитить. сейчас смотрим. И это значит EMG это тот, который мы вставили, а мы можем еще лого вставить. Давайте и на этом закончим. А, shouldn't exceed 200 pixels. Ну, давайте сейчас. он 180 на 180 отлично. Да? Да? Он не exceed 200 pixels. Так что мы можем смело говорить SRC. Вот SRC и без SRC. Он откуда его беремет? максимум хейт только 55. Короче, не получится. Ладно, фикс с ним тогда слога, хрен с ним. Короче, ладно, мы верим, что оно снорботает. Так, значит, домашнее задание у нас на сегодня это взять, мне кажется, программу угадывание чисел и помните у нас там был help на двух языках такая неприятная штука с переводом. Нам придется это сделать, но там несложно. Там это одна строчка, которая большая, одна мультистрочная строчка, которую можно перейти. Вот, обеспечить ей help вот это, слушайте, вот это мне не нравится, зачем это нужно? А, ну, это несложно. Добавить к ней перевод из римской системы и обратно просто с табличкой, поскольку у нас диапазон очень маленький, нам ничего не нужно. Мы берем скриптик на питоне, который это перевозит, складываем, инклюзим, и все, и вся наша модификация. То есть, это очень короткая модификация. Ничего программировать особо не надо. Вызвать просто табличку со строчкой. Вот. Дальше. Ну, соответственно, римской системе. Задокументировать это. И вот. Так. Титульную страничку чего? Титульную страничку чего? Титульную страничку документации. А. Короче, смотрите, тут идея стоит в чем? Что можно полениться и титульную страницу документации взять просто из минус-минус help. Вот эту. Где она тут? вот эту. Вот. Правда, там что-то надо будет с ней еще сделать. Можно забить и нарисовать ее пальцами. Просто скопипастить, разметить и положить. потому что я просто заморочился и сделал конвертацию. Но в принципе все это можно не делать. Вы можете просто взять тупо скопировать и разместить. Ну вот. Собственно, все. Чуть-чуть доработать программу для угадывания чисел, чтобы она работала с римскими цифрами, задокументировать, выгнать техническую документацию. Все. Значит, в следующий раз у нас будет лекция, по ней будет домашнее задание по дипломенту. И это последняя лекция в этом семестре. Ну, потому что 20-го числа... Нет. А, да, 20-го числа никакой лекции уже не будет в зачетной сессии. Все. Если есть какие-то вопросы, задавайте. У нас народу в чатике осталось совсем мало. Ну, что поделать. Все. Тогда, значит, до следующих встреч. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok